будем сегодня говорить о практике очень много практики все что связано со словом как исправлять свой ну как исправлять тело свое словом символом знаком и так далее а будем буквами исправлять свою жизнь но давайте начинать у нас сейчас галургия такое слово есть она говорит о том что это учение соли ну то есть сейчас это свернутое такое понятие и все что связано с солью таким вот обыденным понятием изучается доли поперек но на самом деле галургия это изучение искусства владения словом то есть мы владели словом не просто от слова я там у меня большой расширенный лексикон я знаю как построить речевые обороты и так далее нет не об этом была речь о том что у нас каждое слово это навес золото это действительно нечто значащее во вселенной и к слову сказать раньше мы так не разговаривали то есть наша задача была общаться голосовым языком только с теми структурами на которые мы могли влиять то есть получается так что раньше была телепатия да у всех и вся эта кстати вот к вопросу который был задан до эфира у нас у всех был была телепатия на самом деле неправильное название то есть все нам изурочили все свели до болезни потому что теле это передача пати это болезнь то есть получается связали хорошее явление с болезнью и соответственно все кто обладает телепатию очень плохо заканчивает свою жизнь то есть их обычно запирают псих больницы говорят что они не умали шумны поэтому как назовешь корабль так он и поплывет слова она всегда значимо она всегда является некой смысловой доминанты которая доносит до человека не просто нагрузку смысловую а некий заряд энергоинформационный который дает понимание а куда же дальше идти куда двигаться и чем все это закончится понятное дело что казани оказанием но почему же мы перешли на звуковой язык дело то что нашей истории как я вот каждый раз я прихожу к вам на канал и я говорю о том что мы сейчас захвачены мы находимся в рабском положении и то как мы живем вообще не соответствует нашему биологическому виду человека то есть во первых мы конечно же изменились физиологически потому что у нас раньше было два сердца то есть у нас все органы были парны два желудка два пищевода у нас две печени то есть мы то есть одна на одно сердце например в такой пример качала венозную кровь другое артериальное то есть мы вообще очень сильно изменились со времен когда мы могли на уровне потенциала напитывать и себя и создавать в генетическом своем фонде нечто новое нечто интересное и соответственно мы деградируем дальше потому что слово она определяет и даже вот вспомним библию что у нас сначала было слово и слова было бога и слова было бог вот хотя и библия это септагенту то есть это седьмая переписка но моей жизни была встреча с человеком который говорил о секс-тагенту на шестой переписке да там разница сумасшедшая и когда мы смотрим назад то есть смотрим в то что было на самом деле хотя библия это совершенно недавнее проявление в нашем мире это не столько тысяч лет сколько там значит ей говорят и получается что такое количество переписок у меня даже есть книга в которой на официальном уровне обозначается время года точнее когда она когда совершалась переписка то есть получается когда нам перестраивают мозг мы теряем понятийный ряд то есть мы выбрасываем из своего сознания те предметы те значимые понятия которые простраивали нашу речь мы свою речь выхолачиваем началось выхолачивание нашего сознания с потерей телепатии это произошло во времена владимира красно-солнышко хоть там и говорят что это очень дальний период относится в одиннадцатый век ничего подобного княжества она была после царствия то есть нам всю историю переделали и совсем недавно мы потеряли способность казанию то есть правильное название телепатии это казани даже во многих народах том числе в русском есть такое слово показывать то есть от слова каза это расстояние между зрачками то есть каждый человек может от середины зрачка до середины зрачка померить свой казы и этот и эта мера называется каз и у нас есть указательный палец чаще всего эта мера совпадает с двумя верхними фалангами указательного пальца вы даже можете это проверить то есть если например у вас идет некоторое несоответствие значит ваше тело уже немного изменено либо в силу наследственность либо в силу каких-то определенных моментов связанных ну с питанием может быть рождение у вас так далее то есть на волновом уровне в целом мы образу и подобию вселенной созданы как некое уникальное творение но и к слову сказать у нас коз да вот о котором я сказал который определяет очень много в нашем организме коз укладывается 12 раз позвоночник то есть если вы измерите свой позвоночник то в идеале будет 12 коза представьте получается что такое явление как расстояние между зрачками положено в силу телепатии то есть передачи образов а образ всегда совпадает с его произношением в русском языке по крайней мере это точно так почему потому что русский язык он не синонимичен он не создан для того чтобы вот например там гиппопотам и бегемот это не одно и то же просто вымерло животное и в силу того что его как бы не начали сопоставлять эти два слова то есть они вошли как синонимы в наш лексикон и сейчас мы говорим о том что это одно и то же фига инжир дуля это тоже не одно и то же растение древовидное то есть не одно и то же дерево и получается нам скрывают знания о нашей культуре о том что у нас намного шире все было у нас видовое разнообразие было шикарное у нас были жировые фрукты белковые фрукты которые сейчас нет практически но кроме авокадо и дуриана и получается что нас обнуляет выщелкивая в нашей культуре понятия и мы беднее почему потому что когда мы говорим словом а к слову говоря да к слову сказать у нас наше звуковое сознание это доминантное сознание то есть когда мы начинаем говорить мы гасим телепатию то есть получается что с одной стороны слова это хорошо то есть мы можем им влиять но то как мы сейчас и какое количество мы говорим это непозволительно то есть получается что во первых обратите внимание большинство святых это в любой истории в любой религии говорилось о том что они были молчальниками почему так вот казалось бы да во первых потому что купится сила слова а во вторых они общались только по делу то есть когда слово сказано оно материализовывалось потому что она имеет силу слова когда мы на лево и на право языка языком лепечем да но будем так называть естественно никакой силы слова нет есть люди которые действительно обладают магнетизмом по право рождения набор потенциал осуществляют может быть механическим какими-то способами но в целом где-то примерно около на одном и том же уровне то есть получается что мы не можем вырваться из этой системы набрав потенциал и разбудив у себя понимание как же нужно словом работать только потому что мы на уровне нашей цивилизации та которая сейчас решили что мы будем говорить языком то есть получается если вы ну знаете факта что например человек который некоторое время молчит это относится например за иканье он например месяц-два полгода молчит и потом он начинает чисто разговаривать то есть момент молчания уходит доминант в мозгу и получается что все центры головного мозга они сумма страются со всеми остальными частями нервной системы возникает четкая проводимость и человек исправляет свою речь то есть получается что молчание в целом она рождает некий правильный потенциал естественно раз это так мы понимаем что как только у нас появилась звуковая доминанта в голове мы стали поддаваться хорошо гипнозу то есть вот смотрите вот все более или менее популярные книги по гипнозу это 18 19 век до этого о гипнозе пусть даже как бы он там не назывался была экзарция но это война война энергетикой будем так говорить вот а все что связано с гипнозом это 18 19 век а почему так потому что до этого времени люди избирательно употребляли слова а после этого это стало как но обыденное некое такое явление то есть мы теряем потенциалом мы перестаем чувствовать себя именно на уровне того что мы не избирательны в словах вот представьте какая мощь наших словах мы просто не осознаем этого факта и каждый раз когда мы начинаем ругаться мы естественно убиваем все и вся вокруг но давайте разбираться почему это так вот сейчас откройте например лицевые апокалипсисы есть часть библии до лицевой апокалипсис есть лицевые апокалипсисы севера в интернете можно найти и там то что там написано это уже измененный текст но самое главное обращать внимание на картинки что там изображено там изображено что ангелы они играют на дудочке вот или например изо рта и до идет поток как воздуха видно что это вихрь естественно нашим сознанием когда мы смотрим на эти картинки нам кажется что это ну некое такое просто изображение поющего ангела ну изобразили так или на дудочке играющим нет у нас словом голосом до последнего времени воевали почему смотрите соло и солдат однокоренные слова вой и война то есть рот и рота то есть все что связано с речевым аппаратом это все у нас употребляется сейчас как некие военные термины а почему так потому что мы сейчас не ценим то чем мы обладаем вообще не понимаем каким сокровищем каким огромным даром голосом звучанием буквы мы обладаем наше понимание сейчас это некое такое вот обычное явление с утра проснулись водички попили и до самого позднего вечера пока язык не присохнет к небу мы начинаем разговаривать то есть вот это отсутствие избирательности приводит к к калечению самого себя то есть очень часто отмечено что те люди которые понимают что они заболеют что делает чё когда он заболевает он начинает отстраняться от лишнего то есть меньше ерунды смотрит меньше там ну по телевизору там еще там где-то по различным каналам меньше общается не потому что он в шоке в обиде он просто сконцентрирован сам на себе и вот вспоминать когда вам плохо когда вы например там болеете что вы делаете вы уходите и животные также себя ведут уходите затаивайтесь и просто вот в этом молчаливом состоянии находитесь то есть наша речь наша задача чтобы наша речь она хотя бы нас не калечила потому что все что мы сейчас говорим это абсолютно неуправляемый поток ерунды которая на нас влияет таким образом что мы вообще не понимаем кто мы вот наша задача вспомнить кто мы такие обрести себя и ну наверно вернуться на круги своя я нашла начала начала с того что вот сейчас слова это война обратите внимание на мат я уже не знаю по каким каналам не об этом говорить потому что люди не слышат они не понимают почему-то до мозга не доходит то ли это привычка то ли это состояние безнаказанности потому что у нас почему наша раньше была карна а у нас сейчас карма вот помните есть слово такое обкарнать то есть обрезать что то то есть получается как только ты что-то плохое сделал это закон который был канон точнее который был у наших предков вот и например на родители сказал что это плохой язык отцов прелюбодейство какой-нибудь раз там на место отвалилась злостно высказался там анимела например что то есть получается всегда за действием следовало действие от системы до мироздания которая показывала что как и почему а сейчас у нас карма то есть мы гадим в этой жизни перешли если повезло опять же да в следующую жизнь потому что не все идут на перевоплощение родственники сейчас практически не рожают никого никого не вытаскивают через тризну не делают например там притяжение до из прошлой жизни кого-нибудь сюда то есть не так личик ну все традиции разрушены и до свидания и получается что все что сделано в этой жизни и особенно ругань матом она настолько неуправляемый человек вообще не понимает откуда же у него болезнь